Количество жертв этого конфликта уже превысило 5000 человек. Европейские страны уже давно заявили, что они не станут посылать оружие Украине для борьбы с ополченцами, которых поддерживает Россия. Согласно имеющейся информации, президент Обама рассматривает такую возможность. Однако президент Украины выразил свою уверенность в том, что США рано или поздно окажут ему поддержку. Тем временем Белый дом продолжает наблюдать за развитием событий, а Россия не собирается менять свою линию поведения. С нами Петер Доран, руководитель программы исследования Центра анализа европейской политики. Петер, вы говорите, что вопрос не в том, пошлем мы эту помощь или нет. Вопрос в том, какого рода будет эта помощь и когда мы ее предоставим. Давайте же ответим на эти вопросы. Что, по-вашему, мы все-таки отправим Украине, и когда мы это сделаем? Мы узнаем это в ближайшие две недели. Конгресс установил администрации крайний срок для решения этого вопроса. Конгресс при поддержке как демократической, так и республиканской партии выделил 350 миллионов долларов, которые в ближайшие три года США должны быть. Это вооружение должно позволить украинцам защитить свою территорию от нападения России и других сил, которыми российская сторона руководит опосредованно. К середине февраля администрация должна вновь обратиться к Конгрессу и пояснить, какое именно оружие США собираются предоставить. Оно может быть как летального, так и нелетального назначения. Это может быть и не оружие, а другие виды помощи. Сейчас украинцам необходимо это вооружение, чтобы продолжать сражаться. Германия не хочет этого делать. Власти заявляют, что они не собираются посылать на Украину оружие, так почему же мы должны? В настоящий момент администрации нужно сделать две вещи. Во-первых, заставить Россию заплатить более высокую цену за свою агрессию. Во-вторых, предоставить помощь Украине, которая ей нужна для защиты собственной территории. Если сравнивать российскую и украинскую армию, то украинцы уступают как по количеству бойцов, так и по количеству оружия. Если позволит России отрезать куски от Украины, то это будет иметь очень плохие последствия для США и сильно дестабилизирует Европу, во многом потому, что существуют законы, которые не позволяют России так делать, предоставляя Украине необходимую ей помощь. Мы таким образом проводим черту и заявляем, что международная система не может быть разрушена под дулом пистолета. А не слишком ли поздно? Совершенно нет. Украинцы невероятно хорошо держатся, особенно если учесть, с чем они столкнулись. Они прочно ухватились за свою территорию, на востоке страны вновь возобновились бы и... Украинская сторона сражалась за этот регион еще летом, а теперь Россия начала новое наступление. Между тем, когда секретарь Керри собирается посетить Мюнхен, чтобы обсудить с европейскими дипломатами положение Украины. Проблема в том, что администрация оттягивает свое решение и обращение к Конгрессу, и это может свести на нет все то, чего мог бы добиться в Мюнхене Керри. Он может сказать много хорошего на словах, но реальных результатов он предоставить в Мюнхене не сможет. Но почему администрация оттянет время? Если украинцам действительно нужно оружие сейчас, а количество погибших по обе стороны конфликта увеличивается, почему бы нам просто не послать оружие? Почему мы до сих пор его не отправили? Вряд ли дело в спорах между партиями, как демократы, так и республиканцы в Конгрессе поддержали этот законопроект. Все понимают необходимость. И сейчас наступил черед, администрация определится с типом вооружения, которое будет предоставлено. В основном это будет противотанковое оружие, беспилотники, средства обеспечения закрытой связи, бронемашины и хамби, все в таком роде. Это минимальный порог, который могут преодолеть Соединенные Штаты, чтобы предоставить летальное оборонительное снаряжение украинцам для удержания их собственной территории. Если мы предоставим Украине оружие, то этим оружием будут убивать поддерживаемых Россия повстанцев и, согласно некоторым сообщениям, иногда даже российских военнослужащих. Из страны поступает множество обрывочных сведений о том, что российские военные были направлены на Украину, и они даже не маскируются под пророссийских повстанцев, а, в самом деле, являются российскими солдатами. Если мы действительно отправим оружие в Питер, и из нашего оружия будут убивать русских, Россия неизменно усиливает кризис без всякого нашего вмешательства по вопросам безопасности, Русские участвуют в войне, которая разворачивается на востоке Украины, и если США окажут помощь, которую предложили оказать обе партии Конгресса, то это не обязательно будет означать усугубление ситуации. Однако мы повысим цену, которую придется платить России за ее агрессию, и позволим Украине держать оборону собственных территорий. Подобный шаг принесет пользу США и, в конце концов, поможет стабилизировать ситуацию на востоке Украины, а не усложнять ее. Интересно будет взглянуть на результаты этой встречи НАТО. Среди участников будут сомневающиеся, которые прямо поддерживают Украину. Я уже упомянула Германию в качестве одного из них, Питер. Было здорово видеть вас на нашей программе. Большое спасибо. Продолжение следует...